Здравствуйте! Меня зовут Ирина Киселёва. Это программа на сцене телеканала ЕТВ. Я напомню, что в России продолжается сейчас год театра, и каждую неделю мы приглашаем в эту студию ведущих актёров, режиссёров, драматургов, продюсеров, и говорим с ними, конечно же, о театре. Сегодня мы решили поговорить о таком явлении, как студенческий театр. Достаточно напомнить, что, например, из студенческого театра МГУ вышел всеми любимый квартет И, или в таком театре при Ургу, когда Уральский университет ещё так назывался, был театр имени Кристины Робокайте и братья Пресняковы, его основавшие, сейчас очень востребованные режиссёры и драматурги, востребованные не только в России, но и за рубежом. Итак, представляю наших сегодняшних гостей. В студии телеканала ЕТВ продюсер музыкального театра «Верона» при Урфу имени Ельцина Анна Твердова, создатель и режиссёр студенческого театра РГППУ, то есть профессионального педагогического университета «Люди Т», называется театр, Борис Зырянов. Добрый день. И актриса двух театров «Люди Т», а также свободного театра имени Саманты Смит, Яна Чувызгалова. Вообще, интересно, как студенческие театры создаются? Это студенческая инициатива или это деканаты, ректорат спускают, так сказать, установку? Вот как возник, например, театр «Люди Т»? Ну, как создатель, Борис Зырянов. Да, спонтанно возник. Я пришёл в университет в качестве режиссёра мероприятий, но и мне... То есть каких-то разовых мероприятий. Да, ну, там всё время мероприятия в университете, как вы понимаете, да. Вот, и мне стало как бы не хватать команды, которая будет создавать эти мероприятия. И на этом базе мы начали делать и тренинги, и так далее, и постепенно возник костяк людей, с которыми можно было уже делать не только какие-то концертные мероприятия, но и театральные. Уже сказали спектакли. Тем более, я как бы человек театральный, и мне очень хочется выражать себя и в этом качестве. Борис – ведущий артист Екатеринбургского «Тюза». Да. Ну, так, замечу. Вот, и тогда возникла идея поставить первый спектакль, и, как говорится, театр появляется, когда не площадка появляется, а когда появляется спектакль. Вот спектакль появился, «Жди меня», театральная музыкальная композиция. И после этого пошло-поехало, как говорится, и мы уже сколько-то, 13-14 сезон открываем, вот уже. И люди с разных факультетов, это в основном студенты? Начиналось всё, конечно, как студенты. Сейчас уже есть большая такая многочисленная плеяда выпускников, которые продолжают ходить, участвовать в спектаклях. Ну, естественно, каждый год нарастает, там, первокурсники приходят, показываются, проходят набор и свежей кровью. Но выпускники ещё тоже остаются и играют. До сих пор есть выпускники, которые с первого набора. То есть вот здесь вот та самая тонкая грань между театрами студенческими, любительскими, плюс ещё есть театры молодёжные, народные. В общем, у нас на несколько выпусков вперёд. У нас, собственно говоря, более молодой театр. Вот именно музыкальный театр. Да, он был организован в РУФУ в 2002 году, именно тоже как студенческий театр. В 2-й или в 12-м? А, в 12-м, прошу прощения. Потому что здесь в 2006 году. В 2012 году. И первый спектакль был, да, действительно, рождением театра является первый спектакль. Первый спектакль был Ромео Джульетта. И поэтому, собственно говоря, название театра Верона, потому что всё очень хорошо стыковалось, и такое настроение было романтическое. Но с процессом времени абсолютно точно так же главный создатель и режиссёр театра Александр Патрушев, будучи студентом, он отучился в РУФУ, закончил благополучно. Все студенты, которые с ним начинали в 2012 году, точно так же закончили. А Александр сейчас получает второе образование в ИГТИ. И, соответственно... В театральном институте. Да, в театральном институте уже. И, соответственно, за ним идут те люди, которые были с самого начала, и постепенно добавляются абсолютно новые, действительно, и студенты, и учащиеся. И у нас есть дети, которые из детской музыкальной школы, из детско-театральной школы к нам пришли, где, собственно говоря, наш режиссёр и преподает ещё. А вот здесь Анна затронула интересную тему названия. Вот кто придумывает название театрам студенческим? И, Яна, хотелось бы вас тоже спросить, ну вот люди Т, кстати, что это означает? Это же не просто люди театра. Это аббревиатура любителей драматического искусства театра. Оно так возникло. А как возникло... А вот кто такая Саманта Смит, Яна? Это девочка-посол мира, которая написала... Ну мы-то знаем. Дело в том... Откуда вы-то знаете? Вот интересно. А почему свободный театр имени Саманта Смит? Ой, это нужно спрашивать у режиссёра Ири Калина. Он точно знает. Ну как послы мира. А кто такая Катя Лачёва, вы знаете? Нет. Ну это как Саманта Смит, только Совет. Наша девочка, которая написала президенту Америки. Да, также рассказывала советским людям о том, что американцы такие же люди. Как и Саманта Смит, собственно, в Америке. Ну Верона, я и говорю, что абсолютно согласна, что рождением театра является спектакль. И, собственно, здесь... Нет, название. И название, оно было связано с первым спектаклем Ромео Джилета, где происходило действие в Вероне. А у нас возникло название немножко по-другому, потому что у нас была... Ну как мы начинали как студия, потому что театр только с появлением спектакля возникает. Мы назывались театральной студией. И у нас был номер, назывался «Люди Т». Мы придумали, у нас там такая была видеодорожка, как в «Звёздных войнах». Люди Т уходила, значит... Так уходила туда, в арифонт. Да, да, да. И вот у нас такой номер был, значит, люди, которые борются со скукой и так далее. Вот. И постепенно этот номер стал основой для названия. А потом уже появилась расшифровка аббревиатуры этой. Вы ещё спрашивали про музыкальность, да. А это как раз тоже... В театре всегда есть лидер. Лидер — это режиссёр, правильно? То есть это... Ну, желательно. Да. Это человек, вокруг которого, собственно говоря, происходит объединение людей по энергетике, по таланту, по всему остальному. В нашем театре вот Александр Патрушев тот самый режиссёр, который он фанат музыкальных спектаклей. Он сам ставит и участвует как актёр. И, собственно говоря, базовая музыкальная группа, которая является основой вообще всей музыкальной деятельности театра, это «Делай Циэта», это рок-группа, которая... Ребята сами полностью пишут музыку. Всё разрабатывают. Изначально музыка пишется под каждый спектакль. А кто её сочиняет? Ребята? Да-да-да. То есть у нас есть три, собственно говоря, главных композитора, которые разные песни пишут. То есть есть Влад Фефелов, есть Дима, и есть наш музыкальный руководитель Ирина Салихова. Собственно говоря, она является солисткой, она является лидером в музыкальной части, она пишет музыку, она композитор. У всех этих людей есть профессиональное музыкальное обрезование? Не у всех. Но они всё равно пишут музыку? Да. «Мамма миа», «Король лев», «Баллада мушкетёрок» Вот такие названия. Это всё, что было на базе готовых уже произведений, это не авторская музыка. Вот эти произведения, которые вы числили в самом начале. Но это мюзиклы известные, «Мамма миа», по крайней мере. И вот первый спектакль, который был создан полностью на авторскую музыку, это был рок-мюзикл «Рокстар» для молодёжи, про молодёжь. И обсуждалась в спектакле базовая проблема любви, поддержки, дружбы и взаимоотношений в возрастной группе как раз с начала студенческой жизни. И вот это уже был полностью авторский спектакль. И сейчас в этом году у нас была премьера, премьера спектакля «Тайна Кентривильского замка» с успехом прошла в Камерном театре. Это тоже полностью вся фонетика, вся музыка была написана членами труппы. Ну вот интересно, да, что музыкальный театр студенческий при университете. А при университете есть же ещё, по-моему, театр «Ленгово-Тэ». Да, это французский театр. Многоязычный, он ставится на всех языках. На немецком, на английском, на французском Любовь Путилова, её основатель. И она, в общем, мой педагог в театральном институте, она преподавала у меня пантомиму. Вот до сих пор является руководителем. «Ленгово-Тэ» ещё старше нашего театра, ей уже 20 лет скоро будет этому театру. Наверное, так мне кажется. А самый старый, наверное, самый заслуженный, это у нас театр «Старый дом», который, по иронии судьбы, сейчас остался без дома. А «Хост», он с вами в одно время? Ну, тоже они у нас чуть постарше. Сейчас перешёл из университета. В Ургеу. В Ургеу, да. Ургеу нам любезно предоставила как раз площадку для предпремьерного показа «Тайны Кентербельского замка». То есть мы опробовали площадку, на которой играет Ост. Нам понравилось. Яну хочется подключить к разговору. Яна, каково вот это вообще совмещать? Вот вы играете в театре «Люди Т», вы играете вот в свободном театре имени Саманты Смит. Как-то с учёбой всё сочетается, соединяется. И, ну, не знаю, не путаете ли роли, слова там, здесь? Не путаю, нет. Ну, я пришла в «Саманту» после того, как выпустилась из РГБПУ, поэтому мне сейчас легче совмещать. А, ну, в театре «Люди Т» всё равно у вас остаётесь, что ты играете. У вас же тоже какие-то были совмещения. Не что-то, они главные роли играют. Главные роли. Бывает? А, ну ладно. Бывает. Кстати, вот она такая уникальная ситуация возникла как раз на первом фестивале «Гаудамус», который проходил в Нижнем Тагиле. Это фестиваль студенческих театров. Хорошо, спасибо, что... Да, и там как раз Яна получила лучшую женскую роль за роль мальчика, малыша. По повести «Малыш» Стругацких. «Малыш и Карлсон». «Братьев Стругацких». Да. Там как раз роль мальчика. Лучшая женская роль была так интересна. А вообще фестивали студенческих театров проводятся в Екатеринбурге? Вот когда-то был в Доме актёра. «Весна УПи» ещё была. Весна УПи. В 2010-2012 год. Театральная встреча, так называемый, фестиваль был. И он проходил в рамках «Весны УПи». И мы сейчас ждём. Там же встречались вообще, по-моему, со всей страны даже. Ну, «Весна УПи» он такой, да, международный практически. Ну, и театры в том числе. Да, и у них было бы театральное направление. Ну, и думаю, что сейчас так же всё. Ну, будем ждать. Ну, мы ездили на два театральных фестиваля. Один театральный фестиваль... Студенческий тоже. Нет. Молодёжный. Молодёжный. Любительский, да. То есть мы участвовали в двух театральных фестивалях. И вот по спектакле, музыкальный, опять же, спектакль «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Наш такой очень трогательный камерный спектакль. Он... Он совместный в ваших театрах, да? Вот Яна даже участвовала в этом спектакле в первой премьере. Да? Да. Который ещё в... Премьера как раз была у нас в университете. В университете, да-да-да. А я как раз могу сказать, что подключилась к работе театра три года назад. Ко мне обратились... Моя функция, я продюсер, да? В чём моя функция как продюсера? Ко мне обратились ребята три года назад с просьбой вывести их на городскую аудиторию. То есть, понятное дело, когда студенческий театр внутри студенческой жизни работает, показывает свои спектакли. А в основном в студенческие спектакли ходят студенты. Ну, собственно, когда студенческий театр организовывается на базе вуза, он рассчитан на то, что занимаются там студенты и ходят смотреть тоже студенты и преподаватели, как минимум. То есть, и площадка предоставляется именно для этого. Но вот ко мне три года назад ребята обратились с желанием выйти на внешние площадки. И мы успешно это сделали. То есть, мы вышли за три года спектакль, завтра была война, полностью продажа билетов сейчас на данный момент. Продается весь зал, небольшой камерный зал на 70 мест, но он продается внешне. Билеты людям, которые ещё ни разу не смотрели спектакль. То есть, вы практически в профессиональный статус переходите, раз вы зарабатываете? Ну, это нельзя назвать заработком, однозначно, абсолютно. Это, как минимум, хотя бы какие-то затраты закройте. Потому что на премьерные спектакли нужны огромные деньги для того, чтобы сделать премьеру с костюмами, с декорациями, со звуком, с записью необходимых фонограмм. То есть, мы закрываем затраты. А вузы даются деньги на постановки? Ну, какие-то. Какие-то небольшие деньги даются, потому что всё равно вуз, у него огромное количество направлений, которые расходуются деньги. У нас, допустим, в театре, у нас бесплатный вход в зал, мы не продаём билеты вообще. То есть, у нас всё это происходит. Это когда вы на площадке именно вузов? Ну, конечно. Мы же на своём вузе. А когда на площадке вуза, это однозначно бесплатный показ. Да, бесплатные показы. Ну, и мы на всякий случай коробочку ставим, если вдруг кто захочет, там оставить какие-то... Оставляют желания. Оставляют. И у нас обычно как раз вот эти вот, как говорится, разовые расходы на спектакль, они окупаются. А, даже так? То есть, не просто на бутылочку шампанского после? Ну, у нас... Не пьют. Не пьют у нас студенты. Студенты не пьют. В театре, да. Что случилось? Это не принято. Не принято. У нас тоже не пьют. Он у нас нет. Куда катится мирно? Вот, поэтому у нас как раз такая история была, что вначале как раз большой зал у нас всё-таки на 300 мест. И, естественно, студенты один раз посмотрели, и всё, дальше, и педагогия дальше. Ну, да. Вот, и поэтому у нас, и у нас, в принципе, получается где-то 10 спектаклей в год мы играем. То есть, где-то 10-12 спектаклей в год у нас выходит в среднем. И у нас сейчас уже аудитория, каждый спектакль, я вот всегда спрашиваю перед началом спектакля, кто первый раз пришёл в театр. Обычно половина зрителей... Вообще в первый раз в театр? В первый раз в наш театр приходит, вот половина зрителей поднимает. Причём это обычно, там, не знаю, школьники, студенты из других вузов и так далее, пожилые люди, которые просто узнали случайно вот через интернет. Вот такая история. Если не на площадке вуза, то мы делаем очень много благотворительных показов. То есть у нас мы приглашаем, например, тот же спектакль «Завтра была война», мы показываем для ветеранов в музеях. У нас как минимум два партнёра, два музея наши партнёры, это музей Эрнста Неизвестного и музей наивного искусства. Мы уже там два спектакля показали, это всё в благотворительных целях идёт. Также мы делаем благотворительные показы для детей, для студентов, то есть вот, например... На других площадках, не на своей... На других, да, да, делаем, да. И в то же время, действительно, затраты каким-то образом... Хочется делать всё качественно, хочется делать действительно на должном уровне, чтобы была нормальная фотограмма, чтобы был нормальный, как минимум, антураж. То есть это костюмы, вот тайна Кентервельского замка, у нас был полностью костюмированный, причём два... то есть переодевались дважды. И на это, конечно, нужны средства. Если бы не базовые вот урфу, то, конечно, это было бы очень тяжело. Они очень сильно помогают. Как минимум, репетиционная база. Это колоссальные затраты. Если бы театру, да, то есть пришлось бы где-то постоянно снимать для репетиции помещение. Предоставление репетиционной базы, считайте, что это колоссальный вклад. Это колоссальный вклад. И плюс ещё, ну вот на... Каждый год, к сожалению, мы сидим и ждём. Что будет? Чего? Планов. Как распорядиться руководство, что будет дальше. То есть дадут деньги или не дадут? Входим, попадаем мы, не попадаем. Каждый год мы ждём, но стараемся... Боря, а вы тоже ждёте? Нет. Вы знаете, вы в своём будущем уверены? Нет, в смысле, я как актёр, в общем, у меня есть чем заняться, да, как в театре. В тюзе. Вот, в тюзе. А здесь я абсолютно свободный художник в этом смысле. Я сам как бы вот с ребятами обсуждаю планы на будущее. И вот тот материал, который нам интересен, я предлагаю обычно там 3-4 материала на сезон. Мы их читаем, выбираем. И если уж мы решили его делать, то мы делаем. И есть на это деньги или нет, это не так важно. То есть это чисто студенческий подход. Вот последний спектакль, я вот у нас как раз, вот, «Макаки, пицца и инструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, современной драматургии. А, по современной пьесе? Слушайте, а вам нужно отчислять современную драматург? Мы с ними поговорили с нашими драматургами. Они, кстати, были на премьере. Вернее, Ирина Васьковская была. Вот, и поскольку мы не берем, не продаем билеты, то, как бы, тут вот такая договоренность есть. Конечно, если там московские какие-то драматурги, конечно, надо будет с ними договариваться. Но обычно лично договоренности... Так вот, Александр Архипов сейчас, хоть и московский, я думаю, тоже можно договориться с московским. Можно договориться. Всегда можно договориться, потому что у нас некоммерческая все-таки эта продажа. Диана, а что за шляпка у вас такая лежит? Это что за спектакль? Это спектакль Полианна, шляпа Полианны. Это первый ваш спектакль? Нет, это, наверное, у нас их всего 16 по счету, но где-то 13, если так. Вот, это по роману Эленор Портер поставлен спектакль Полиана. Вот, для нас это такой важный спектакль, потому что действительно он... Самый роман такой, как бы, несущий очень важную идею игры, вот. И этот спектакль у нас такой вот уже визитная карточка нашего театра сейчас. То есть у вас пьесы, что ставить, выбирается практически коллегиально. Режиссер что-то предлагает, совместно студенты решают. Ну да, и у нас точно так же. Ну вот, по поводу того, что мы ждем, я просто хотела добавить. Мы не ждем, что у нас будет, не будет финансирования. Нет, мы просто ждем, что будет дальше, но работа продолжается в любом случае. И в этом году уже тоже по окончанию сезона было проведено собрание режиссером. И было решено, что на следующий год у нас будет 4 наших базовых спектакля, которые мы уже играем, не первый год. И плюс добавится новая премьера. То есть мы будем делать музыкальный моноспектакль на одного актера. Но вторым актером будет музыка, опять же, написанная нашим же. Немузыкальные, то есть просто драматические спектакли вы не ставите? У вас все только в музыке. Да, связано с музыкой, потому что музыка для нас как один из главных персонажей, собственно говоря, любого произведения. То есть без музыки мы не живем. А вы музыкальные не ставите? Нет, почему? У нас был спектакль «Вадивиль. Барышня-крестьянка» по Пушкину и по пьесе Сергея Зырянова, Сергея Аркадьевича Зырянова, моего однофамильца из Нижнего Тагила, очень хорошая драматурка и актер. И там было 12 или 13 музыкальных номеров. То есть они были полностью поставлены. Это такой, ну, не мюзикл все-таки, мы все-таки назвали «Вадивиль». И еще один был у нас спектакль «С тобой все кончено всегда», где тоже частью истории, как бы, всего самой пьесы была гро-группа, которая создана была ребятами, когда их девчонки бросили. Ну да. Гро-группа. Тут форма содержания. Это хорошее, хорошее тема. И там был музыкальный номер, да, внутри этого произведения. А сколько у нас вообще на сегодняшний день вот театров? Мы пытались союзом театральных, студенческих, да, именно. Подсчитать. В стране? Нет, в городе. Ну а в городе? В стране. Ну, официально я... Около 10-12. Это что-то вы много, по-моему, говорите. Потому что там много театров, к сожалению, после... Вот по статистике последнего фестиваля, да, возможно, было около 12 театров. На сегодняшний момент, по-моему, явно и активно функционирующих не больше семи. Ну вот есть еще ОСТ, который... ОСТ. 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 Это важно. Открытый студенческий театр. Да, который поменял дом, ну, собственно говоря, ну, на слуху люди Т, ОСТ. Мы только выходим, собственно говоря, на внешнюю аудиторию, и нас начинают потихоньку узнавать. Театр Жест, институт управления Академии, вот. Это тоже какая-то аббревиатура или все? Жест, не знаю, по-моему, так он называется. Ну, галерка – это молодежный театр. Ну, да, там и дети. То есть галерка – это такой... Хотя профессиональный... Отдельно стоящий, как бы, профессиональный, профессиональный молодежный театр. Наверное, в Екатеринбурге такой уникальный проект, на самом деле. Вот. А кто еще у нас? Про кого забыли? Про кого забыли? Ну, Старый дом уже тоже напоминали. Там до сих пор выпускники, которые еще в 70-х годах занимались там. Поэтому там очень большой разбег. Ну, вот точно мне сказали в СТД, что в Свердловской области, если любительских театров, включая не только взрослые, но и детские любительские театры, это тоже отдельно, 47. Ну, вот хорошая цифра уже. Уже показатель. Ну, в 90-х, мне кажется, было намного меньше. Сейчас это как бы возрастает число. Это способ самовыражения. Ну, ты перестала работать комсомольская, пионерская организация. Людям как-то надо организовываться. Театр – это один из великолепных способов развития души. Тем более, все-таки студенческий, но я всегда упираю на это, что студенческий театр – это любительский театр, прежде всего. То есть от слова «любить». Любят люди заниматься этим делом. Это не связано с деньгами, это не связано с чем-то еще. Это связано с желанием творить. Яна, любите театр. Очень. И вот на этом мы будем прощаться уже понемногу. У нас есть постоянная рубрика «Люди театра». И сейчас мы посмотрим сюжет о мини-театрике из Швейцарии. Он странствующий, переезжает по миру в фургоне. И вот сейчас приехал, доехал до Екатеринбурга и в литературном квартале обосновался. После, сразу же после, театральная афиша. Совсем немного театров у нас сейчас работает, но несколько все-таки работает. Театральная афиша на ближайшие дни. Спасибо вам. Ленка и Альберто Фалетти радуются открытому небу уже 30 лет. Ровно столько, сколько под ним работают. Они артисты швейцарского передвижного театра «Странствующий цирк». Это пара и есть весь театр. В прошлом Альберто – клоун. Ленка – драматическая актриса. Но театральных стен им уже давно недостаточно. И мы поняли, когда все поменялось в мире, потому что я чешский, а он швейцарец. Поменялось в мире, да? Ну, в Тантанове, да? В 89-й год все поменялось, а мы так подумали, искусству надо выйти на улицу. Мы не хотим быть в этих черных, нехороших домах, где так скучно. И вышли на улицу со своими представлениями. Начали в Европе, но последние 30 лет их жизнь путешествуя по всему миру. Это рисовали дети в Москве, в Петербурге, во Франции, в Праге. Это не знаю где, это не знаю где. Вместо сцены у бродячих артистов шатер. Вместо дома – фургон. В нем они и спят, и умываются, и даже готовят еду. Это мне на Урале в одну маленькую столовую подарили. Мы их так любим. Там есть русский умывальник. Вы немножко поспите, поспите. Ложитесь, ложитесь, там красиво, прекрасно. С ногой нажимается вода, как Альберто, видите? Это наш шкаф, посмотрите, как там прекрасно. Ого, это подарки или это вы? Да, это подарки, которые люди мне подарили. У бродячих артистов все иначе. Постоянного репертуара нет, и каждый раз их дорога в очередную точку на карте непредсказуема. Ведь, чтобы где-то остановиться и расправить шатер, нужно найти то самое место и договориться с владельцами территории. Искала, искала, искала. Не нашла, потому что там чиновники не хотели, на траву невозможно строить. Потом тут не хотели. Но все-таки нашли местечко в литературном квартале Екатеринбурга. Кто нам самый дорогой? Женщины, которые чистят туалеты. Туалеты – самое главное в нашей жизни. Как для всего – вода, туалеты. И женщины, например, в парке Перми. Спектакли «Фалетти» для всех. Их шатер традиционно объединяет шесть десятков зрителей разных возрастов и взглядов. Бывает, что и шатра недостаточно. Тогда артисты развернутся прямо на поляне, доставят стулья и найдут место каждому. С историей театра в игровой форме познакомят детей в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Маленькие гости попробуют себя в роли актеров. Зачем древние греки брали с собой в театр подушки? Откуда пошла традиция забрасывать актеров гнилыми помидорами? Ответы на эти и другие вопросы можно получить 20 июля на Толмачева, 41. В день 20-летнего юбилея супружеской жизни в квартире главной героини раздается звонок. На пороге появляется молоденькая девушка, которая умоляет продать ей мужа за 100 тысяч долларов. И главное, муж не возражает. Комичные ситуации пьесы Михаила Задорнова заставят засмеяться до слез завтра в 18.30. Самый маленький европейский бродячий театр «Странствующий цирк» приехал в Екатеринбург с веселым философским спектаклем «Дурак», где соединились сразу несколько жанров. Цирк, лицедейство, музыкальная комедия. В этом театре всего два артиста, семья Фолетти. Они ждут на свою постановку в шатер. Всех зрителей от мала до велика. Редактор субтитров А.Семкин